Привет всем, друзья! Это Катан Сосиска в Тесте. Мы продолжаем прохождение карьеры за Чикаго. Сегодня у нас очередной матч предсезонного турнира, как я хотел его назвать. Но это просто предсезонные игры, которые в количестве шести штук нам придется сыграть. Отыграли мы уже две штуки. Одну проиграли, одну выиграли. В предыдущую как раз таки мы и выиграли. В напряженнейшем матче. Ну и первую игру мы слили за 3 секунды до конца матча. Эту серию я уже записывал. Благодаря Рассентралу, это программа захвата видео, у меня сбилась запись и пришлось перезаписывать. Слава богу, Сахрея не сработала. Мы с вами переигрываем. Ну что, встретимся с вами в матче. Видно, что Виннипек атаку и воротаря наигрывают. Так что, в нас будет это не так сложно. Но мы тоже в следующем матче немножечко перетасуем звенья. Ну что, продолжаем мы наш матч. И как всегда, этот гребаный косяк с подсказками. Но ничего страшного. Мы его исправим. Продолжаем. Ох, рикошет. От своего игрока чуть ли не заскочили в ворота. Ну ладно, продолжаем. Я повторюсь то, что ошибка вышла при записи предыдущей серии в конце уже матча, где мы с вами как раз таки этот матч и выигрывали. Обидно, конечно. Но ничего уже не поделать. Придется выигрывать еще раз ближний угол. Капитан команды открывает счет. Ну для того он и капитан, чтобы поднимать дух команды. Джонатан Тойс. Хорошо посадил воротаря на коленке. Обошел его слева и спокойненько отправил его. Ну я имею ввиду голкипер его своясь и пускай идет отдыхает. Ну и как вы знаете, да, голкипер у них не основной стоит, у нас тоже. Так что наигрываем то, что есть. То, что имеем. Щелчок. Голкипер парирует. Дейли. Отлично. Играем на пятаке. Вот так бы всегда. Небольшие потери соперника. Но здесь удаления не будет, да, как я понимаю. Нашего игрока там расплющило так, что он там еле встал. И так. Готова уже смена у нас. Ну красиво. Красиво мы попытались сыграть. Немножко не получилось. И наперед можно уходить. В атаку. Опять же жесткое столкновение. Клюшка ломается у игрока. Виннипега. Противоположный угол. Бросок направлялся. Пока. Все для нас складывается довольно таки хорошо. Застревает Шайбор в клюшке, которая была сломана игроком виннипега. И слава богу, так бы хорошая передача проходила. Вот сейчас эта шайба, клюшка, чуть ли нам не забила гол. Приджачая клюшка. Даже сломанный инвентарь может сделать так, что шайба окажется в воротах. Как я помню, в одном из матчев КХЛ Радулов забросил именно сломанной! Опять же, этот отскок. Сломанной клюшкой в падении. Но, вряд ли. Я это, конечно, найду. Не покажу вам. Если вы найдете, будет замечательно. Это было и два сезона, или пять сезон назад. Не помню. Даже когда он еще выступал за Салават Юайя. Ну, смотрите, прямой бросок. Бросок, извиняюсь. В сторону ворот виннипега, где стоит уже голкипер. Да. закрытый воротарь, но все равно справляется. Бросок. Еще бросок. Передача. Бросок. Бросок, бросок, бросок. Котовку 0-0-0-0-0-0. Вот так вот. Все. Потеря шайбы. Очень частая потеря шайбы у нас. В общем. Хорошо. Будем чаще отдавать передачи. Главное делать их точными. Иначе мы просто еще больше. Ну, вот смотрите, что это. Снова потеря. Снова потеря в атаке. Ну, вот этого-то видно. Подставили аж два игрока к плюшке. И толку 0. Есть подобранная шайба в атаку. На хосу не проходит. Опасная может быть атака. Отборчик. хорошо. На хосу. Бурмистров. Отдай. Будет удаление Анисимов. Дождемся шестого игрока. Не будем торопиться. Ну, и тут поторопились сразу же. За зацепку. Ну, за задержку игрока. Ух. Очередное вбрасывание. Нанесимов в центре. Не выпадаем. Ух. Хороший щелчочек-то получается. Синей-то линии. Если прям попасть в клюшку игроку. обидно. Обидненько. Опять не забили. Но распасовывались долго. Покатили, покатили, пока не вышел. Ну, вот он выходит. Вход в зону. Главное не потерять шайбу. Ну, вот что-то не потеряли. И потеряли. Вот что это? Как говорится. Как это называется? Ну, что же такое-то? Обидные шайбы залетают от своих же игроков. Свой же игрок подставил клюшку. Ну, красиво, конечно, здесь дымит. Центральный куб. Но когда центральный наш нападающий подставляет клюшку возле нашего пятака, это уже смотрится как-то не очень. Часто такие шайбы, блин, залетают от НХЛ. Но мы быстренько делаем то, что нужно было. Забрасываем шайбу Хосса. После забитой нам шайбы не напрягаясь получил пас и прострелил ближний угол. Красота да и только. поздравляем. Драться я не собираюсь, я адекватный человек, тем более Кейна я отправлять на скамейку не собираюсь. Хосса. Сейчас бы мог сделать дубль в этом матче Альберт. Ну его Альберт как бы он. Но у нас он будет Альбертом. Передачи пытались сейчас мы забросить. Это кстати может сработать потому что вратарь может перекатиться или подставить что-нибудь как у нас например. Мы кстати до этого выиграли все 8 выбрасываний это проигра к 9. 6 минут до конца второго периода мы выигрываем 2-1 довольно таки равная игра но у нас как бы больше моментов чем у соперника вот эти броски теперь кистевые которые с выходом как я любил не получаются это минус мне потому что нужно искать какие-нибудь новые штучки чтобы забрасывать шайбы до того момента пока я не видел результат по выигранным выбрасываниям выбрасывания мы выигрывали как только я увидел что 8 выбрасываний из 8 мы выиграли и сразу же начали проигрывать выбрасывания замечательно бросок в ближний теперь я буду это очень часто делать бросать в ближний подбор заряды покатил обратно держать ай-яй-яй-яй-яй-яй я думаю мы от этих шайб уже ушли нет все-таки такая же шайба залетает нам сейчас в 15 в последнее время я не замечал таких шайб хоть и щелкал я много мелчури забрасывает щелчком голкипер вроде бы уже отбил но она ему просто взяла и залетела за спину обидненько вот это хороший бросок получился но голкипер с ним справился было бы конечно смешно если две шайбы залетело за последние пять секунд второго периода но этого не случилось первое звено на льду конечно же выигранное вбрасывание хвоста но опять же передача у нас идет через пятак там никто у них не кроет просто играть через борт нужно больше просто сил попадает нашего игрока жестко нужно это разбавить не давать винипегу больше шансов на пятаке пробовать самому что-нибудь показать очень далеко выкатывался наш воротарь там вроде стоит не кроуфорд поэтому а нет кроуфорд стоит все-таки но сейчас мы его наверное думаю поменяем пробуем другого воротаря в таком конечно опасном моменте мы можем поменять это вот это борьба за шайбу а как хорошо то получилось а не симав именно он улетает шайба в сетку которая теперь висит наверху за воротами как в настоящем хоккее а не как раньше там просто было пространство которое ой-ой-ой давало шайбе вылетать шоу заметил я его очень хорошо шоу открылся передача ему прошла это мне очень нравится что такие передачи проходят в быструю атаку мы убежали и шоу Андрюшоу забрасывает эту шайбу обыграв воротаря потрясающе 3-2 Данго Крюгер и Шоу продолжают находиться на льду видимо только сменились Крюгер это именно тот Крюгер который с ножницами вместо пальца или что там у него было Крюгер это шоу был Крюгер бля паду или раду там кто был Стюарт Стюарт Литл справляемся с этой атакой кто-то из наших удаляется это как обычно очень печалит меня ох какая ошибка отдал кипера ей воспользоваться Альберт и армия буду его так называть армия и Альберт противоход пытался сейчас бросить но в большинстве защищаются наши соперники а мы в меньшинстве атакуем замечательно все под нас сделано опять же Модельчайна ломается у Виннипега но вовремя ему хрюшку скамейка отдает и он возвращается на лед как хорошо Кроуфорд справляется с этим набрасыванием и Анисимов отдай дальше не ну это конечно ошибка от Анисимова хорошо Кроуфорд молочуга молочуга Кроуфорд это интересно чей тренер это наверное все таки тренер Виннипега лысый но я тоже лысым стал когда так иногда косячит его и крыльки на пятаке потому что я знаю что это такое отлично хоса хоса ты что лег что творит Кроуфорд последние минуты это просто жесть давайте на хосу отлично хоса обратно не прошла держи шайба последние минуты идет пытаются выйти из зоны ребятки у них это не получается шайба в воротах но не дадим не дадим себя догнать давайте в догонялочки поиграем судей спасай силовые приемы у нас на тень все лишь больше анисимов просто бог ох ну тут его этого бога просто положили ну сейчас воротарь побежит на скамейку давно не дать сейчас забросить нашему сопернику анисимов анисимов ох ты последние секунды матчи идут это всегда очень опасно анисимов опля ну что 4-2 фух артем анисимов взвивает пустые вороты делает наверное окончательный окончательный счет в этом матче не пек я думаю больше не попытается сравнять счет ну что 4-2 я вас поздравляю с победой победная шайба была забита это вроде шоу да выходил у нас 1 на 1 на рандеву с воротарем ну по броскам 25-18 не так далеко мы ушли от винипека время в атаке тоже всего лишь на минуту с половиной больше на полторы минуты да и по удалениям мы сравнялись в конце ну что друзья увидимся с вами в следующей серии подписывайтесь на канал ставьте лайки вступайте в группу вконтакте обязательно оставляйте комментарии поддержите меня своими комментариями и лайками мне будет очень это нравится и конечно же будет больше видео всем спасибо всем пока пока